и снова здравствуйте дорогие любители мелкой не очень нехтю фауну городской пригородной сегодня я не на рыбалке сегодня я дома мне пришла вот такая посылочка от люра спорт в ней находится новый travel бланк стеклянный предполагаю что будет он использоваться для мормышинга и ультралайта высылают они по два бланка только поэтому один будет в запасе если вдруг какая-то мысль придет значит в упаковочке один комплект это три колена стеклопластиковых полые причем вставляются они таким образом верхняя колена вставляется в нижнее за счет этого даже у стеклопластикового спиннинга появляется определенный строй то есть он не совсем параболический хотя им достаточно мягкий изгиб очень интересный приятный цвет бланка прозрачный красный цвета красного вина и вот такая трубочка для ручки под катушкой держатель длина 20 сантиметров эти по 40 общая длина бланка получается метр сорок и вполне по-моему себе ничегошная она в принципе вполне себе качественно игручая бланк прямой на самом деле это очень радует усталые от кривых бланков они меня бесят и сразу перейдем ко второй части к изготовлению спиннинга из этих заготовок для этого мне потребуется такой набор колец фоксидная смесь и обувной капрон подобрал я под цвет бланка капрон красненький вот уже намотал кольца на вторую часть бланка на второй бланк вот что у меня получилось цвет как видите практически совпадает с цветом бланка расставил я всего четыре кольца и тюльпан обмотал уже даже проклеил один раз осталось собрать ручку и будет спиннинг в общем карта колец у меня получилось приблизительно как на хоноре я думаю ее вполне будет достаточно единственное из комплект не подошел только тюльпанчик там он достаточно большого диаметра и он просто сильно очень болтается на хлыстике пришлось подобрать потоньше он оказался г-образным но я думаю что это мне не помешает в общем получилась вот такая вот интересная конструкция сейчас мы ее пока отложим и перейдем к катушкодержателю катушкодержатель самый простой так как цвет бланка не напомнил красное вино то собирать я решил все это на винных пробках сделал небольшую красненькую обмотку вначале подобрал по диаметру пробочку подточил ее так чтобы она входила в катушку держателя и собираюсь проклеить сейчас первую часть оставить его в таком положении чтобы арбором служила как раз прослойка эпоксидной смолы для этого у меня есть специальная корзубочка которая всем этим занимаюсь такая вот баночка зубочистка и сама смола взял я нашу отечественную это p2 она уже показала себя достаточно хорошо предыдущих моих изысканиях делаем составчик что-то я много по моему развиваю останется смолы тщательно перемешиваем с отвердителем да мне сегодня надо было всего лишь проклеить одну часть всего расточительное плеснул но ничего страшного для лучшего смешивания и для того чтобы избавиться от пузырьков смолы прогреваем и еще раз перемешиваем потом еще чуть погреем и уже этим составом будем все проклеивать пузырьков воздух он у нас не останется благодаря прогреву и все будет хорошо перемешано так еще прогреваем в общем как я уже сказал катушка-держатель самый обычный как мне нравится я немножко подрезал и получать чтобы она померял катушку чтобы резьба вытаскивалась вот на такое расстояние не больше вылезал сейчас мы все прогреваем дадим ей чуть-чуть отвердеть и займемся проклейкой и так смола уже начала немножко схватываться но мы не будем ждать когда она станет совсем густой промажем хорошенько сперва вот здесь загоним ее вот на такое расстояние можем хорошенько и и карбоновую трубочку промажем густом стекло на пробочку и так не той стороной так и сама трубочку то я забыл смазать хорошо Это промажем, создаст определенную прослойку. Так вот, заберем это все. Так, 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 где моя вторая? Для того, чтобы сцентровать, вставим вторую проволочку, пока приклеивать не будем. И вот в таком положении ставим сушиться, для того, чтобы появилась у нас такая жесткая шаричка. Она и будет являться арбором. Хотя, чувствительности от такого бланка я особо не жду, но, тем не менее, думаю, по технологии это будет правильно. Немножечко подержим ее в таком положении. Пускай немножечко схватится. Да, вес нового спиннинга получился 64 грамма, что для стеклопластиковой удочки, я считаю, очень неплохой результат. Ну, а как она будет играть и закидывать мормышку, мы увидим на испытаниях, которые, я надеюсь, провести уже на следующей неделе. Доклеить до конца ручку и, пока не наводя особый марафет, испытание произвести на легких весах, посмотреть, как будет прогружаться бланк, как он будет работать на рыбе и все ли я сделал правильно. В случае чего, всегда можно переделать. Ну, а пока все. До свидания. До встречи на рыбалке.